Особое место в Иркутске занимают улицы, названия которых являются настоящими головоломками. Рассказать несколько из них сегодня попытался Павел Желудев в рубрике «Новости нашего района». Что из этого вышло, увидите прямо сейчас. Не помню, зачем я взялся за это дело. Странными мне кажутся многие названия улиц в этом городе. Ну а тех наименований, которые мне поручили разгадать сегодня, совсем голова кругом. Начинать я привык с самого сложного. И селитбенный проезд, та еще шарада. И с первого взгляда никаких подсказок, лишь непроглядная пустыня промзоны. Быть может, местные жители хранят знания о загадочном названии. Я об этом не знаю, и об этом вот ни бабушки, ни кто, ничего, я сколько спрашивал, никто не знает вообще. Ну а я думаю просто то, что люди здесь заселялись, сами приезжали, строились. Поэтому так и назвали селитбенные. Филология не мой конек, и доверять я привык фактам. Изучив окрестности, которые местные жители активно покидают в последние годы, я, кажется, нашел нужный след. Интуиция и любовь к американским сериалам подсказали мне, что возможный разгад. Тринственное название улицы стоит искать на ней самой. Ведь вполне вероятно, что селитбент это некое вещество. А тут есть сразу несколько куч с самым разным материалом. И техника особая у меня с собой тоже есть. Но есть подозрения, что это всего лежит. Кажется, такой камень мне не по зубам. И свой дедуктивный метод я решил отработать на другой улице. Точнее, переулке. Мопра. Окей, Агафон. Мопра. М-О-Пра. М-О-Пра. И кто же знал, что тихий иркутский дворик, где тополя засыпают своими почками машины и лица людей, таит в себе тихую революцию. Будь то авто, оставленные под самым очевидным знаком. Да и само название. Ведь МОПР – это международная организация помощи революционерам. Работала в нашей стране такая контора в первой половине прошлого века. Но отголоски слышны до сих пор. А вы можете крикнуть «даешь революцию»? Разгаданная головоломка воодушевила меня, и я решил отправиться на, безусловно, самую странную улицу этого города. Вдали от основных магистралей и, кажется, вовсе безлюдную. Улица при рельсовой склады. Собственно, где же здесь рельсы и где здесь склады? Но на всем пути я встретил лишь покосившиеся пустые дома. Что именно заставило людей покинуть эти земли, трудно сказать. И когда казалось, что и эта загадка мне не по силам, буквально за последним поворотом в окружении теплого, но, кажется, уже мертвого озера я нашел те самые рельсы и склады. Но вот необходима ли им отдельная улица – вопрос, который сегодня останется без ответа. Павел Жолодев, Михаил Глазин. Новости по будням. Продолжение следует… Продолжение следует...